добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать сегодня хочу вам показать вот такую вот прелесть это сорт лех хрустальный водопад gold это ампельный трейлер уже у меня вот такие вот кустики которые зацвели они кстати уже у меня давно цветут этот трейлер чик уже начал формироваться сам вот основной побег вот он а вот два молодых отростка которая тоже начинают расти и со временем вот этот основной пойдет вот в ту сторону а вот эти от росточки пойдут в эту сторону и в общем то будет красивый трейлеров красивый кустик значит у меня вот эти вот четыре деточки я сейчас хочу одну выбрать для себя хочу пересадить уже и со 100 граммового стаканчика ну а остальные будут на продажу вот им уже здесь вот они у меня растут вот в таком пищевом контейнере на фитиле и в общем то уже тесные здесь тесно поэтому пора уже ими заняться вот чтобы в будущем кустики были красивые вообще этот трейлер очень долго растет я укореняла лист в том году в июле еще сегодня у нас 7 апреля то есть больше чем полгода прошло и под хорошим освещением у меня эти детки росли поэтому они очень быстро зацвели вот так вот я их вот уже наверное как недели две убрала со стеллажа и поставила на стол просто к окошку вечером включаю им лампу просто светильник у меня над столом светит в общем то решила я что им не нужно сейчас много освещения потому что нужно формировать кустики а кустики лучше всего формировать все таки ну при естественном скажем освещение не на стеллаже вот так вот так здесь тоже мы видим да вот основная точка роста и вот тут вот молодой побег вот этот кустик вообще будет замечательный так не все хорошенькие я даже не знаю какой себе выбрать для себя здесь вот тоже видим да вот они все я наверное вот этот вот оставлю себе вот вот эти буду буду искать хорошие ручки кстати буду пересаживать вот со 100 граммового стаканчика в горшочек девяточку девяточка горшочек у меня такая розовая прозрачная ну хочу чтобы видны были корешки вот просто пересадки на фитиль сразу ставить не буду буду ставить на капиллярные маты вот и только когда уже увижу что корни начнут просматриваться сквозь стенки горшочка тогда уже буду переставлять на фитиль у меня кстати спрашивали по поводу капиллярных матов где купить значит девочки прежде чем покупать я вообще хочу посоветовать вам попробовать самими сделать эти капиллярные маты и сначала посмотреть как у вас будут расти растения может быть вам не подойдет такой способ выращивания сделать эти капиллярные маты очень просто так сейчас я достану мне есть на канале видео ну это обычный вот синтепон посмотрите просто синтепон я на воутберрис покупала синтепон первый раз общаясь подушек с каких-то доставала синтепон и поверх синтепона я укладываю или же пленку или живот с обуви обычно вот такие вот пакетики вот когда обувь покупаешь нет такого кота материала как бы не тканого и хорошо подходят вот это я не знаю мне кажется сначала нужно попробовать а потом уже решать нужны вам эти капиллярные маты или нет я больше года наверно выращивала вот на самодельных этих капиллярных матах и только потом вот купила уже купить можно где группа фиалочный хомяк вот и кажется я на валдеберисе видела тоже эти капиллярные маты в продаже вот и что еще с поливом вот здесь вот синтепон у меня и на стеллаже вообще у меня стоят тоже вот такие вот ящички до поддончик перлит вот все что перлит я просеиваю пыль я собираю ее очень много сейчас вообще перлит не очень качественный я эту пыль в эти поддоны насыпаю вот увлажняю поначалу тоже пленочкой накрывала перлита сейчас ничего вообще не накрываю и вот просто ставлю на детки у меня так вот выращивается и получается тоже вот что-то вроде капиллярных матов полив поддон это упрощает уход и мне кажется фиалки растут лучше лучше чем на фитильном поливе видео получилось такое немножко болтательная но я надеюсь вам со мной было интересно на этом всем всего доброго до свидания